МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не наигралась, не накаталась на качелях, да и друзей толком не успела завести в свои годы и 9 месяцев. Жизнь маленькой девочки оборвала родительская халатность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На скамье рядом с моргом сидит мать в темном платке. Через некоторое время она в последний раз увидит свою дочь, но уже в гробу. Лицо родительницы от камер прикрывает подруга и односельчанка из села Троицкое Беляевского района. Они нормальная, хорошая семья, работящие. Они работящие. Они не сидят целыми днями у компьютера или еще одеты. В конце апреля в селе Троицкое маленькая Анюта опрокинула на себя чайник с кипятком. 12 мая ее привезли в ожоговое отделение больницы водников. За жизнь Анечки молились всем селом, а 9 человек даже приехали из Троицкого, чтобы сдать кровь для пострадавшего ребенка. Но чудо не произошло. Пока родители в течение 16 дней пытались лечить ребенка народными средствами и мазали раны пантенолом, у Ани развился сепсис. Кроха 2,5 недели мучилась и кричала от боли. В больницу ее привезли уже холодной. Ребенок практически не дышал. Сепсис в простонародье заражение крови. При тяжелых ожогах или при отсутствии их лечения и квалифицированной медицинской помощи возникает в результате инфицирования ожоговой поверхности гноеродными микробами. и проникновение их в кровь. Начались углубления, началось гниение ран и после этого ее привезли. Сразу с колес мы начали оказывать реанимационные услуги. Пошли изменения патологических внутренних органов, началась интоксикация, островая ожоговая болезнь началась, сепсис начался. В принципе, ребенка тянули до последнего. С резервной функцией у него просто закончились организмы и все. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи в течение двух с половиной недель приблизили шансы на выживание к нулю. Родительская халатность обошлась очень дорого, ценою в маленькую жизнь. Ребенок умер на пятые сутки пребывания в реанимации. Родители заявили, что ехать в больницу было не на что, потому что детские деньги не получили. Да и помимо Анечки у них в семье есть еще четверо малышей. Когда речь идет о жизни ребенка, нужно подниматься и ехать. Идти пешком, нести его. Они же нашли машину забрать этого ребенка из морга. Почему они не нашли машину, чтобы отвезти ее в больницу? Почему они вчера не нашли машину, когда мы четыре часа бегали за ними, вызванивали, приедьте, пожалуйста, привезите документы? После смерти ребенка договаривались с ритуальными службами о транспортировке тела, а не волонтеры. По их словам, мама и в ожоговое отделение не наведалось ни разу. Не приехала и в трагический день, когда сердце девочки остановилось. Решение получено. Вы обращаетесь туда и можете дальше по степени забирать. Хорошо. Паспорт как нам забрать? Все так. В глазах матери волонтеры не увидели ни капли горя. Я считаю, что изображала траур, потому что плакать она начала, когда увидела камеру. На вопрос мой, почему вы не приехали, она мне сказала, у меня уже один ребенок умер. От прививки у меня на руках, я ей задала вопрос, вы второго ребенка хороните? На что она ответила, нет, ну тот же выжил, мы его откачали. Теперь одного из родителей могут лишиться четверо детей из многодетной семьи, в которой жила погибшая девочка. По факту смерти ребенка начато уголовное производство. За данным фактом, в Киевском отделе полиции открыто криминальное проведение за статей 166 ККУ. Семья, в которой погиб ребенок, положительно характеризуется односельчанами. Родители в поле зрения правоохранителей и службы по делам детей не попадали. Редактор субтитров А.Семкин